Всем хорошего настроения! Сегодня у меня на обзоре часы от компании Лиге. У меня на обзоре было много часов от компании Лиге, но не было механики. И меня попросили вот показать какую-то механику. В данном случае это механика с автоподзаводом от компании Лиге. Давайте смотрим. Во-первых, видите, что коробка точно такая же, как в ультрабюджетных часов от компании Лиге. То есть были у меня часы и за 10-15 долларов, и за 15-25 долларов. И вот данные часы, они немного дороже, но все равно та же коробка. Открываем. Внутри у нас поролон. И вот они часы. Поскольку часы идут в комплекте с металлическим ремешком, правда у меня были часы с металлическим ремешком от компании Лиге, но не было вот этого прибора. Этот прибор для того, чтобы укорачивать ремешок и делать его под свою руку. Вот такой прибор. Дальше убираем часы и смотрим, что еще идет в комплекте. Думаю, здесь стандартная комплектация. Это тряпочка. Это инструкция. Инструкция на английском языке. Она под разные модели. Одна и та же. Я покажу сегодня, как настроить эти часы. А так же есть международная гарантийная карта. И вот такой брелок. С надписью и логотипом Лиге. Он из пластика. Так, убираем и смотрим на часы. Давайте начнем обзор с ремешка. Он здесь металлический. И, конечно же, качество его в разы выше или он лучше, чем в часах за 15 долларов. Он идет уже цельный. То есть, цельнометаллический. Там, если я не ошибаюсь, там как будто гнутая жесть какая-то была. А вот здесь уже просто куски металла. Полировка. Ну вот, смотрите. Китайцы здесь постарались и даже изнутри отполировали вот эти звенья. Но есть один недостаток. Вроде бы неплохой ремешок и смотрится неплохо. Но почему вот здесь не отполировать точно так же? То есть, внутри здесь какая-то другая полировка. Не знаю, сатин называется, вот если нож так полирован. Но вот мне это нравится больше. И мне бы хотелось, чтобы к руке был вот такой гладкий. Вот такая гладкая полировка. И мне кажется, часы лежали бы удобнее. То есть, ремешок был бы удобнее. А я люблю, когда ремешок максимально удобный, поскольку я не хочу ощущать часы у себя на руке. Чтобы они были максимально удобные, тогда, конечно же, очень круто. Но, видите сами, эти часы не только с металлическим ремешком, а я люблю, например, кожаный. Но они еще толстые. Да, это механика с автоподзаводом. Здесь есть много функций, сейчас покажу. Но толщина... Посмотрим, какая здесь толщина. Возьму штангенциркуль. Также понравился вот этот замок. Вот интересно сделан и хорошо так застегивается. Вот так нажимается, открывается и закрывается вот так. В принципе, к ремешку у меня только одна претензия. Это почему нет внутри вот такой же полировки, как снаружи. Так, а теперь смотрим качество полировки корпуса. Вы уже смотрите на цену, я ссылку оставлю на эти часы в описании под видео. И сами оцениваете, нравится вам или не нравится качество полировки. Как по мне, за эти деньги нормально. То есть, меня это не смущает. Меня смущает только толщина. Я не люблю просто толстые часы. Кто любит такие броские большие часы, тогда вот вариант. Кому не нравится, например, цвет циферблата или корпус, как покрашен серебро и золото, я ссылку оставлю в описании на эти часы. Смотрите, возможно, невозможно. Там точно есть разные варианты. Выбирайте те, которые вам понравятся. Даже если вам не нравится вот такая модель часов, механики с автоподзаводом, есть и другие. В компании Лиги большой ассортимент часов. Есть из чего выбрать. Так, ну вот так они как-то смотрятся. И давайте покажу вам ближе циферблата. Вы уже оцениваете качество этого циферблата. На стрелках есть светонакопитель. Вот видна часть механизма. Смотрите качество этого механизма. Вроде бы неплохо все сделано. Смотрится красиво. Так, что касается этих маленьких циферблатов и функционала. Вот сверху вот такой графический циферблат. Он показывает день-ночь. Вот сейчас, например, показывает ночь, месяц, звезды. Теперь давайте двигать стрелками и смотреть, как вот восход солнца. Вот так все отображается на этих часах и на этом циферблате. Так, установили, например, нужное нам время. Вы, когда будете, не показал вам. Вот здесь есть такой ротор, вроде бы называется, маятник. Он автоподзавод. То есть, вы носите часы и автоматически, вот с помощью вот этого маятника, подкручиваются часы и они, получается, не нуждаются в постоянном подзаводе. То есть, вам не нужно постоянно пользоваться вот этим замком и накручивать часы. А он очень маленький и не очень удобно подзаводить вот эти часы. Поэтому хорошо, что здесь есть. Да, здесь есть и плюс, конечно, вы не будете ощущать вот этот замок во время эксплуатации часов. Он маленький. Но и подкручивать не очень удобно. Так, следующий циферблат, это вот этот. Это у нас показывает дату, то есть, календарь. Устанавливается вот этой клавишей нижней. И есть день недели. Вот этой клавишей устанавливается день недели. Вот так. Ну и вот и все функции, в принципе. Так, хочу максимально близко вам показать циферблат. И этот открытый механизм. К сожалению, нет у меня макрообъектива. Ну и с этой стороны также видна часть механизма, прозрачная крышка. И вот работа механизма автоподзавода. Ну вот как-то так. Давайте еще покажу, как на руке смотрятся данные часы. Вот, если я их держал просто в руках, они, ну, очень толстые мне показались. А вот на руке вроде бы и неплохо смотрятся. И лежат аккуратно. И не ощущается вот той полировки, в которой я говорил, что мне не хватает вот такой, такой же полировки зеркальной изнутри. Вроде бы неплохо лежат. Как они в процессе эксплуатации будут ощущаться, на руке или нет, это нужно смотреть. Ну вот, показываю, как лежат на руке. Ну и давайте посмотрим размер этих часов. Начну я с самого интересного. Это толщина. Мне просто сам... Мне очень интересно узнать толщину. 15 миллиметров. Так, дальше. От уха к уху. Свет 1,4. Диаметр 41,1. А вот так с плавной головкой 43,1. И ремешок, линия браслет 20,1. И давайте посмотрим на вес этих часов. Они нелегкие, поскольку металл, металлические, металлический браслет 150 грамм. Ну вот такая механика с автоподзаводом от компании Лиги. Смотрите, выбирайте. Есть и другие модели. Возможно, кому-то понравится что-то другое. И возможно, кому-то не нравится циферблат черный. Также можно выбрать другой. Вот такие часы. Будут вопросы, спрашивайте. Всем спасибо за просмотр данного обзора. Хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова